Здравствуйте! Меня зовут Наоми Сегерс, и сегодня я хочу бросить на Самару свой нерусский взгляд. Люди в Самаре не часто знают иностранные языки. Это факт. Все, конечно, изучают английский, иногда немецкий или французский в школе. Но когда практики не хватает, это все бессмысленно. И найти практику для иностранных языков в Самаре очень сложно. Но это было хорошо для меня. Именно потому, что тут люди редко знают чужой язык, я так хорошо стала говорить по-русски. У меня просто не было выбора. Либо начинать говорить по-русски, либо молчать. И так как русский очень общительный, молчать никогда не было возможности. Итак, я сейчас говорю по-русски и преподаю немецкий и английский. И что меня очень сильно удивляет во время занятий, это что в принципе тут многие люди используют английский язык, но, к сожалению, не знают, что это английский или не понимают значение слов. Это так же, как многие думают, что крем-брюле – это вкус мороженого. Конечно, этот вкус бывает и в России. Даже везде возможно найти такое мороженое. Но на самом деле это французский десерт. Очень сладкий и безумно вкусный. Но я пока еще не нашла заведение в Самаре, где готовят этот десерт по оригинальному рецепту. Но я хочу сказать, что в Белгии тоже очень много написано по-английски. И что есть очень много слов из этого языка, которые стали обычными для нас. Как будто они голландские. Например, слово смартфон или хот-дог или викенд. Хотя мы так сильно привыкли к ним, мы никогда не забываем их произвождение. И понимаем, что эти слова по-английски. Это так странно, когда все говорят слово смартфон, но много не знают, что значит умный телефон. Или что викенд значит конечное дело. И это не только слова, но именно такие. Но часто в Самаре названия магазинов или русских морок товаров бывают по-английски. Хотя люди это название не понимают. Как, например, торговый центр Мегасити. Все это знают, но мало понимают, что в принципе это значит огромный город. И что тоже удивительно, прознащение этих слов тоже звучит по-другому по-русски. У меня было много проблем вначале, когда я в Макдоналдсе хотела что-то заказывать. Я так привыкла говорить слово гамбургер по-английски, что они меня просто не поняли. Можно сказать, что в России иностранные слова в русском языке действительно станут русскими. Все меняется у них. Значение, прознащение и даже склонение. А в Белгии мы это все сохраняем и просто используем как американцы. Вот видите, если в следующий раз вы встретите иностранца, не надо стесняться. Вы точно знаете больше по-английски, чем вы думаете. Это была я, Наоми Сегерс, и мой нерусский взгляд. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова